Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Стройка приостановлена. Уникальное здание магазина «Дары осени» под угрозой. Сейчас заметно здание трещина и некоторые работы выполняются не по технологии. Прорубаются проемы в угрождающей конструкции. День добрососедства. Во двор участников конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» пришел праздник. Я, конечно же, живу в Самаре. Я приехала сюда. Я никак не могу ехать отсюда, потому что мне тут очень, прям, приочень нравится. За спорт. 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста и выходит очередной выпуск программы «За спорт» с Ксенией Тризной. Всегда будет приятно быть автором и ведущим, но в то же время ответственность, потому что фактически ты же отвечаешь за содержание программы, за то, чтобы она была интересной. И теперь об этих и других новостях подробнее. Второе чтение законопроекта о переносе парламентских выборов 2016 года с декабря на 3 воскресенье сентября состоится в пятницу. В этот же день ожидается и его третье окончательное чтение, сообщили Интерфаксу в Совете Думы. Изменения, вносимые в статьи 5 и 102 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России, устанавливают, что выборы депутатов Госдумы 7-го созыва проводятся в 3 воскресенье сентября 2016 года. И она соберется на первое заседание не позднее, чем на 30-й день после избрания. Правительство России поддержало законопроекты и 1 июля Конституционный суд, рассмотрев обращение Совета Федерации по поводу переноса выборов в 2016 году, счел возможным такое однократное сокращение сроков полномочий депутатов в конституционно значимых целях. Напомню, 13 сентября 2015 года в Пензенской области пройдут выборы губернатора. На должность главы региона претендует несколько кандидатов, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора Иван Белозерцев. В Пензенской области проходит акция «Сурский край без наркотиков». Уже в третий раз она пройдет под эгидой прокуратуры Пензенской области. Принять участие в антинаркотическом месячнике призывают всех неравнодушных граждан. Только в 2015 году было выявлено более 600 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из них более 60% преступлений связаны со сбытом. Из незаконного оборота изъято свыше 50 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2014 года, сообщил первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов. В последний раз месячник «Сурский край без наркотиков» в Пензенском регионе провели в октябре 2014 года. Откликнулись, позвонив на номер горячей линии свыше 300 человек. Активность горожан помогает силовикам более эффективно раскрывать преступления в этой сфере. Более подробно об акции «Сурский край без наркотиков», выявленных в нарушениях антинаркотического законодательства и о том, как противостоять наркоугрозе, мы сегодня поговорим со старшим помощником прокурора Заречного Сергеем Занадолбином. Интервью в студии после основного информационного блока, а пока к другим новостям. Магазин «Дары осени» должен сохранить свой уникальный архитектурный облик. Это требование городской администрации. Недавно в здании магазина начался ремонт. Его проводит новый арендатор – федеральная торговая сеть. Начавшиеся работы вызвали беспокойство и у жителей близлежащих домов, и у администрации Заречного. Возникли сомнения в правомерности производимых переделок и их безопасности. Сомнения оказались небеспочвенными. Рассказывает Светлана Теплухина. Каким станет магазин «Дары осени»? Сохранит ли свой архитектурный облик и будет ли безопасным для находящихся внутри людей? Эти вопросы теперь на контроле городской администрации. Собственник здания, житель Заречного, сдал его в наем крупной федеральной торговой сети. Перед открытием здесь нового магазина в помещении начали ремонт. В ходе работы в конструкцию зданий внесли изменения. Часть элементов демонтировали, сделали новые проемы. Однако проекта, по которому производятся переделки, строители предоставить не смогли. Это никто не может объяснить, чертежей на данный объект нет. Есть технологическая схема расстановки оборудования, которая используется в последний момент, когда все готово и ставится оборудование в магазине. Все. По этой схеме сейчас происходит работа. Бригадир не смог показать никакие документы. Ни чертежи, ничего. Те, по которым они делают, да? Да. Есть просто технологическая карта расстановки оборудования. Возникли вопросы и по фасаду здания. Дары осени можно без преувеличения назвать исторической и архитектурной ценностью города. Проект магазина, открывшегося в 1973 году, был привезен из Прибалтики. Уникальный облик здания должен быть сохранен. Такова жесткая позиция городских властей. Разобраться в ситуации на месте с такой целью прибыли на объект заместитель главы администрации по архитектуре и градостроительству и главный архитектор города. О запрещении открытия новой торговой точки речь не идет. Руководство Заречного всегда старается идти навстречу предпринимателям. Однако при этом интересы бизнеса не должны идти вразрез с интересами города и горожан. Вы знаете, позиция главы всегда помогать предпринимателям, всячески способствовать тому, чтобы и рабочие места в городе создавались, и новые торговые точки открывались. Но нас волнует вот несколько вопросов. Прежде всего мусор, на который жалуются жители. Второе – это, собственно, безопасность конструкции. Между тем, как раз безопасность под большим вопросом. Трещины в стенах, оказавшиеся на весу элементы конструкции, несоблюдение технологии строительства – все это вызывает беспокойство специалистов. Здание уникальное, проект нециповой, и я не думаю, что строители представляют конструкцию этого здания. Сейчас заметно здание трещина, и некоторые работы выполняются не по технологии. Прорубаются проемы в угрождающей конструкции. Нужно предоставить в отдел архитектуры, ознакомить нас с тем планом, который есть у предпринимателей. И если будет какой-то проект, то неплохо бы нас тоже с ним ознакомиться. Только так, уверены представители городской власти, удастся сохранить индивидуальный архитектурный облик Заречного и порядок в городе. Если не все представители приходящих нам торговых сетей это понимают, то будем приучать. В итоге собственник здания принял решение приостановить работы, подготовить всю необходимую техническую и проектную документацию и навести порядок на прилегающей территории. Пока наша съемочная группа работала, к магазину уже подъехала спецтехника и начался вывоз строительного мусора. Светлана Теплухина, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный». Бесплатный лимонад, концерты, игры и конкурсы. На улицу Ленина пришел праздник. В рамках конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» для жителей домов номер 51 и 61А по улице Ленина был организован праздник двора. В то время как дети развлекались, взрослые смогли обсудить вопросы ЖКХ, охраны общественного порядка и другие проблемы с руководителями города, коммунальных служб и полиции. Нет никаких сомнений в том, что для жителей 51 и 61А домов по улице Ленина их многоэтажки самые лучшие. Тем более, что в благоустройство двора вложен труд, а главное душа самих жильцов. Я в этот дом приехала, мы 9 лет назад. Ну, пришла как-то неудобно, неуютно во дворе. И вот, прихожу к знакомым, они сажают цветочки. Мне что-то так захотелось. Я сначала посадила под балконом. Ну, было очень, так это, все идут, ой, как красиво, как хорошо. А потом желание возникло, посадите сбоку еще цветочки, чтобы еще было получше. Стараниями жителей их двор заметно преобразился. Цветники, клумбы, газончики. Все, что можно сделать своими руками. Но благоустройство – дело общее. В Заречном – общее для жителей и муниципалитета. В этом году, так как, наверное, я бы не осилила, где взять эти кусточки, я обратилась в администрацию с просьбой помочь мне. Вот они привезли нам сначала саженцы. Мы посадили с Ниной Михайловной. И очень хорошо за ними ухаживали, поливали их очень усердно. Они у нас все прижились. Здесь, на самом деле, был один из таких очень сложных дворов. Но в последнее время все-таки детские площадки, бордюры и асфальт, и контейнерные площадки потихонечку-потихонечку меняют атмосферу в старых дворах. И я очень рад этому. Очень много появляется сторонников конкурса благоустройства. И надеюсь, вместе с общими усилиями мы окончательно победим отсутствие газонов, отсутствие цветов и наличие машин на газонах. Поэтому, если хотим жить хорошо, мы будем жить хорошо. Никто нас в этом не остановит. Рекордное число участников, 85, собрал в 2015 году городской конкурс общественных инициатив «Мой дом, мой двор». И в каждый двор приходит праздник. Так же, как на Ленина 51. Песни, игры, конкурсы. Болельщики готовы? Еще раз вместе. Три, четыре. Раз. Побежали. Пуявил. Пуявил. Руку. Вот молодец. Максим почувствовал силу. Тут очень хорошо. И мне тут очень прям нравится. Я прям, я, конечно же, живу в Самаре, я приехала сюда. Я никак не могу ехать отсюда, потому что мне тут очень прям приочень нравится. Потому что он красивый, тут очень много детей, и он мне нравится. И тут очень много цветов. Здесь много детей, и тут сразу праздники. Детям праздник. А взрослым еще и возможность напрямую обратиться с вопросами и предложениями к власти. На День двора по традиции пришли руководитель отдела полиции и директор ЖСКХ. Депутат собрания представителей и инициатор проведения конкурса «Мой дом, мой двор» Вячеслав Гладков. Здесь не совсем еще благоустроены газоны. Еще вместо тополей, которые мы с вами вырубали, нужно еще посадить деревья, и они подождем, когда они вырастут. Но это земля, на которой должны расти живые растения, цветы, деревья, кустарники. Я надеюсь, что совместными усилиями мы улучшим и этот двор, и соседний, и весь город. Зареченский эксклюзив «Конкурсное благоустройство дворов горожанами совместно с муниципалитетом» уникален. И результаты конкурса налицо. Серебро международного фестиваля садов и цветов. И теперь, после посещения московской выставки, участники конкурса полны вдохновения и новых идей. На музеон парк цветов высушки. Мы ездили, так было красиво. Ландшафт цветов. Мы все это смотрели. Хотим. Было так же, как там. Такие клумбы сделали, чтобы садить такие цветы. На фоне экономического кризиса и сокращения работников, некоторые организации и учреждения объявляют набор новых сотрудников. В частности, кадровый голод испытывает отдел полиции. Участковый уполномоченный и сотрудник патрульно-постовой службы. Такие должности горожанам предлагают в межмуниципальном отделе МВД по городу Заречному. Занять вакантные места могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Служба в органах внутренних дел престижна и ответственна. Поэтому кандидатам предъявляются особые требования. То, что касается участково-полномоченной полиции, здесь необходимо, помимо хорошего здоровья, чистой анкеты и высоких деловых качеств, еще и высшее юридическое образование. Желательно, конечно, еще служба срочной в армии. Также по этой категории должностей разрешен набор граждан, имеющих высшее военное образование, офицеров запаса, которые получали образование высших военных учебных заведений. Следить за порядком на улицах родного города могут граждане и старше 35-ти. Но только если они являются бывшими сотрудниками МВД и хотят вернуться на службу. Серьезный отбор проходят и потенциальные сотрудники патрульно-постовой службы. То, что касается патрульно-постовой службы, достаточно обычного среднего образования полного, ну, естественно, опять же, отменное здоровье. Как бы по участковому научной полиции допускается некоторые отклонения по зрению, по общему состоянию здоровья. Патрульно-постовой службы, так как она является второвым подразделением, отклонений никаких не допускается. Средняя заработная плата у участкового уполномоченного на сегодняшний день 30-35 тысяч рублей. У сотрудника патрульно-постовой службы 20 тысяч. Служба в органах внутренних дел дает и ряд преимуществ. Пенсии после 20 отработанных лет. Возможность получать дополнительное юридическое образование по заочной форме обучения. По вопросам трудоустройства граждане могут обращаться в отдел кадров межмуниципального отдела МВД, расположенный по адресу улицы Зеленая, 12. Дмитрий Балясников, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Международный день спортивного журналиста отмечается ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Основанием для установления даты этого профессионального праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов. И хотя Зареченская телерадиокомпания не входит в эту международную ассоциацию, наши журналисты всегда держат руку на пульсе спортивной жизни города. Специализированные спортивные передачи и рубрики начали выходить в эфир почти четверть века назад. И сегодня на нашем канале выходит очередной выпуск программы «За спорт» с Ксенией Тризной. Становиться спортивным журналистом Ксения Тризна никогда не собиралась. Да и на телевидении оказалось случайно. Выпускница факультета иностранных языков Пензенского педуниверситета шла устраиваться на работу в 226-ю школу. И по дороге заглянула в редакцию Зареченского телеканала. До учебного заведения Ксения тогда так и не набралась. И уже будучи корреспондентом, она открыла для себя мир спорта. Когда начинаешь, приходишь общаться с людьми. Не просто смотришь соревнования, а начинаешь с ними разговаривать, что-то там у них узнавать. Они какие-то интересные вещи рассказывают, что побеждают они не просто так, а какие-то там приметы, какие-то свои детальки, интересности. Становится интереснее, как-то втягиваешься, начинаешь понимать, что действительно спорт – это целый мир, в общем-то, очень интересное такое. Он очень большой, очень разнообразный, потому что спорт, он же тоже разный, командные виды, индивидуальные. И в каждом какие-то свои тонкости, частности, мелочи. И везде вот у спортсменов всегда нужно очень много думать. Я вот раньше не знала, что им надо очень много думать, а там вообще ничего не делается, ни единого движения, без того, чтобы это не было просчитано, продумано и проработано. Ксения признается, начинать работу в качестве автора и ведущей спортивной передачи было немного страшно. Каждый день боюсь, но как-то, ну, нужно же всегда идти навстречу своим страхом. Только тогда можно их победить и тогда все получится. Нет, ну, помогают же и там, и девчонки, и там, и журналисты, и все, и редакторы, и коллектив, там, если что, всегда готовы прийти на помощь, что-то где-то там подснять, кого-то где-то найти. То есть, в принципе, я, в общем-то, и не одна, фактически. Сейчас на счету Ксении уже несколько выпусков программы «За спорт». Всегда будет приятно быть автором и ведущим, но в то же время ответственность, потому что, фактически, ты же отвечаешь за содержание программы, за то, чтобы она была интересной какой-то, доступной. И сейчас, в принципе, я еще, как бы, точно не определилась, как она должна выглядеть. Вот сейчас вот я делаю, и, может быть, дальше я что-то поменяю, когда пойму, как это должно выглядеть. То есть, во время работы оно и приходит, понимание, сознание, что нужно изменить и как. Кроме планов по изменению программы, есть у Ксении и мечта – самой заняться спортом. Сходишь какой-нибудь там, попробуешь на тренировку, на какую-нибудь себя вот туда тоже, вот в эту среду поместишь. И хочется, потому что, вот сейчас как начну там заниматься йогой, еще что-нибудь такое. Ну, вот пока я никак руки не дойдут. Передачу делаю. А результат работы Ксении можно будет увидеть уже сегодня, сразу после выпуска новостей. В Международный день спортивного журналиста в эфир выходит очередная программа «За спорт». В этой передаче Ксения Тризна познакомит вас с игроками баскетбольной команды «Биакор», чемпионами любительской лиги Привожского федерального округа и зареченским пловцом Романом Ларином, обладателем золота и бронзы первых европейских игр. Отличный спортсмен, боец, очень характерный, умный, в самой лучшей стороны, наверное, его. На этих соревнованиях показался свою лучшую сторону. Характер показал, просто боролся очень сильно. Это, конечно, супер. Кроме этого, вы узнаете о других спортивных достижениях зареченцев и о том, что должно произойти в спортивной жизни города в ближайшем будущем. Смотрите программу «За спорт» сразу после выпуска новостей. И в продолжении спортивной темы. 1 июля в Заречном прошел очередной матч первенства России по футболу «Зоны Привожья» среди юношей 1999 года рождения. На родном поле зареченская команда «Союз Лером» встречала гостей из Саратова с Дюшор Сокол. Первый тайм команды сыграли в ничью 0-0. Второй оказался более результативным, но не для нашей команды. В итоге, несмотря на упорное сопротивление нашей команды, игра завершилась со счетом 4-1 в пользу Саратова. Единственное очко «Союза» принес Александр Ребенок. Сыгранный матч стал завершением первого круга первенства России. В предыдущих четырех встречах «Союз Лером» проиграл пензенскому «Зениту» и команде «Сызрань», а выиграл у команды «Балакова» и у «Саратовской» с Дюшор номер 14. Участников первенства России ждут игры второго круга, которые пройдут в августе. И накануне вечером на центральном стадионе Заречного прошел еще один футбольный матч. Игру в рамках чемпионата города провели команды «Боксер» и «Пламя». На протяжении всего матча обе команды сражались буквально за каждый мяч. Высокие скорости, хорошая техника, грамотная игра – все это подарило болельщикам захватывающее зрелище. Обы таймы команды шли практически на равных, но лучшую игру показали футболисты-пожарные. С разницей в два забитых мяча команда «Пламя» одержала победу над «Боксером» 3-1. Спорт помогает укрепить здоровье и улучшить качество жизни. Но уж если без лекарств не обойтись, обращаться стоит только к проверенным продавцам фармацевтических препаратов. Таким, как муниципальные предприятия, центральная аптека, где можно приобрести все необходимое для поддержания здоровья. В наших аптеках проводится акция снижения цен на ряд препаратов. Это на пенталгены, количество таблеточек номером 4, 12 и 24. И также на мазь, вольтарен. Филиалы наших аптек расположены по адресам. Проспект 30-летий Победы 15А, улица Ленина 18Б, улица Строителей 9А, улица Литки 13, Ленина 47. Приглашаем вас за покупками в наши аптеки. Первая аптека – это та аптека, которой доверяют. Продолжим после короткой рекламы. Не переключайтесь. Выпускники 2015 Спонсоры проекта Фонд жилья и ипотеки Заречного Магазин «Строймак» Салон «Чайная симфония» Ювелирный салон «Жемчуг» Студия цветочного дизайна «Твой букет» Программа «Страна Росатом» Новости атомной отрасли Концерна «Росэнергоатом» И пристанционных городов В эфире каждую среду В 20 часов Собрать ребенка в школу В магазине «Инмарт» Просто и выгодно Удобные рюкзаки Новые коллекции тетради и дневников 10 тысяч наименований товаров Для школы Учитесь с удовольствием «Инмарт» ЦУМ – нулевой этаж Выгодный ремонт С торговой фирмой «Строймаркет» Только в июле Горячие скидки на весь ассортимент Каждому покупателю В сети магазинов «Строймаркет» Подробности акции На сайте strm.pnz.ru По телефонам 60 53 50 60 14 64 И в магазинах В Пензе Урицкого, 18 Каляева, 7А В Заречном, улица Ленина, 4 «Строймаркет» Главный помощник Вашего ремонта Выгодно и быстро Поменять окна летом? Легко! Только до 30 июля В компании «Экосоюз» Скидки до 45% Время менять окна Торговый центр «Дубрава» Второй этаж Телефон 603 303 Выпускники 2015 Спонсоры проекта Строительное управление номер 2 Магазин электроники и техники «Прайм» Центр образовательных услуг «Репетита Плюс» Магазин джинсовой одежды «Браво» А наши цены ушли в отпуск Только в июле и августе Скидка 30% На размещение рекламы На телевидении, радио, мониторах городских автобусов И в интернете Спешите! Телефон отдела рекламы 60 70 41 Новости Заречного в эфире Акция «Сурский край без наркотиков» О ней мы сегодня говорим со старшим помощником прокурора Заречного Сергеем Занадолбиным Добрый вечер, Сергей Яковлевич Добрый вечер! Давайте напомним телезрителям, что же это за акция такая и для чего она проводится Значит, на территории Пенинской области с 25 июня по 24 июля 2015 года проводится антинаркотическая акция «Сурский край без наркотиков» В чем суть этой акции? Значит, суть этой акции заключается в том, чтобы не только работники правоохранительных органов, но и жители, которые неравнодушны к лицам, которые распространяют, употребляют или предпринимают, как и текущие, попытки с наркотическими средствами, приняли участие и боролись с этим зельем Сергей Яковлевич, на что нужно обращать внимание жителям, вот сейчас, когда уже бесконтактные способы передачи наркотиков, когда вовсю наркоторговцы используют интернет На что нужно обращать внимание жителям, на какие-то особые приметы людей, которые могут употреблять наркотики, на какие-то, может быть, притоны, хотя они, конечно, не такие сейчас, как были раньше На что обращать внимание и к кому обращаться с такими вот обращениями? С вопросами Значит, непосредственно жителям нашего города в каждом доме можно обратить внимание на молодых людей Не обязательно даже молодых людей, которые по своему поведению, по характеру, по отношению чем-то отличаются от людей, которые не употребляют наркотические средства Граждане, проживающие рядом, видят, проходит молодой человек Одежда его отличается, он как бы находится в спортивной форме, но его внутреннее содержание, видно, что он как бы немножко пригнувшийся, опустивший голову, в кепочке Старается быстренько пробежать, в глаза не смотрит, а когда начинаешь с ним разговаривать, то видно, что глазки у него бегают Походка у него неуверенная, разговор, речь невнятная, его поведение отличается от других людей Жители видят, что на площадке одного из этажей собираются многочисленные молодые люди, которые никакого отношения не имеют к этому дому, к этой квартире После того, когда они выходят из этой квартиры, можно обратить внимание на их поведение, оно тоже отличается Мы повторяем, что как в органах полиции, так и в прокуратуре есть телефон доверия, где граждане могут позвонить и сообщить о том, что или торгуют этим зельем Или есть квартира, в которой лица употребляют наркотические средства, или собираются для употребления, или распространяют эти наркотические средства Хотя, еще бы хотелось обратить внимание на то, что даже когда любой гражданин заходит в аптеку и приобретает для себя какие-то лекарства И заходят молодые люди, они тоже отличаются от тех людей, которые чем-то больны или пришли купить простые лекарства Поэтому есть возможность, человек болеет, человек переживает, чтобы кто-то из родных, кто-то из детей не попал в эту сеть Сообщи, пожалуйста, телефон доверия в прокуратуре данный телефон 65 15 17 Сергей Яковлевич, еще сотрудники полиции и наркоконтроля, когда мы говорили об этой проблематике, упоминали о том, что обращали внимание жителей на то, что следует сообщать о неких надписях, некие номера телефона На что нужно обращать жителям, чтобы обратиться в правоохранительные органы и предупредить о том, что что-то здесь нечисто? Значит, у нас в городе были выявлены несколько случаев, когда где-то в строительные объекты на заборах были написаны телефон доступный, где можно было написать Написано, что можно свободно приобрести там спайсы Значит, были такие звонки в органы полиции, предпринимались меры На данный момент, значит, то, что у нас где-то в городе на заборах или в каких-то там общественных местах именно написаны такие телефоны нет Но в интернете, в интернете свободном, значит, в доступе были распространены телефоны, где можно свободно приобрести спайсы Значит, на данный момент, как и у вас на телевидении, так и в средствах массовой информации распространены, значит, определенные сайты, о которых сообщается, значит, о том, что в интернете именно распространен телефон, по которому можно приобрести И служба, которая непосредственно этим занимается, моментально все это удаляет с интернета эту информацию И все-таки, если при случайном заходе на сайт, да, там же эта реклама распространяется различными методами, можно ли тоже точно так же обращаться? Точно так же, точно так же обратиться можно в прокуратуру и работники полиции, набирайте 02, точно так же сообщайте, реакция будет моментальная Сергей Яковлевич, есть ли какие-то данные по борьбе с наркотиками за вот этот вот период до месячника еще? Значит, ну, прежде всего мне хотелось сказать, что прокуратурой города в рамках реализации мероприятий и акции была проделана определенная работа Значит, проанализирована практика выявления и привлечения к административной уголовной ответственности лица, которые в нарушении законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств сотрудниками внутренних дел и, значит, сотрудниками УФСКН России по Пенинской области в городе Заречен В текущем периоде времени произошло, скажем, значительное снижение показателей работы правоохранительных органов в указанной сфере деятельности, что и не соответствует сложившейся ситуации в городе и в целом в указанной сфере То есть выявляют меньше, а в действительности... Да, фактически получается больше Так, в 2015 году число зарегистрированных больных с синдромом зависимости от наркотических средств составило 164 лица, из них несовершеннолетних 0 Число зарегистрированных больных с синдромом зависимости от наркотических средств диагнозом, выставленным в первой жизни от текущего периода времени 2015 года, составило 5 лиц, из них несовершеннолетний один В наркологические отделения с употреблением наркотических и психотропных веществ поступило 14 человек, из них 2 несовершеннолетних В 2015 году смертельных случаев отравления наркотическими веществами не зарегистрировано С целью противодействия пропаганде наркотических средств в сети интернет, уличной рекламе, актуализации списков телефонов, телефонов GPS, адрес, используемых для распространения наркотических средств и иных психоактивных веществ В прокуратуре города проводится мониторинг сети интернет, указанный вопрос обсуждается на заседаниях привлечения администрации, полиции и других правоохранительных органов В первом квартале 2015 года в рамках проведенной проверки были выявлены нарушения допускаемые работниками ООД при выявлении фактов употребления водителями транспорта, средств, наркотических и иных прекурсоров В рамках дальнейших проверок прокуратуры города выявлялись нарушения порядка привлечения к административной ответственности, это статья 20.21 Кодекса об административных правонарушениях, за неисполнение наказания, назначенных за административное правонарушение в указанной сфере Имеет место факты ненадлежащие организации профилактической работы с указанной категорией граждан, участковыми, уполномоченными инспекторами по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел города Заречного Указанные недостатки в работе нашли свое отражение в актах прокурорского реагирования В прокуратуре города на постоянной основе ведется работа по лишению прав, управлению транспортными средствами в отношении лиц, имеющих медицинское противопоказание к указанному виду деятельности, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм В прокуратуре города организована работа телефона горячей линии, где принимается информация о фактах распространения употребления наркотических средств и средств психоактивных веществ Без действия органов учреждений, уполномоченных осуществлять контроль в сфере незаконного оборота наркотических средств, размещены данные, осознанные Роскомнадзором в форме для приема обращений в электронном виде, о наличии на страницах и сайтах интернет запрещенной информации Профилактическая работа с несовершеннолетними проверки в рамках противодействия незаконного оборота наркотиков в аптечных учреждениях города, в образовательных учреждениях О реализации на территории города веществ, опасных для жизни и здоровья, не относящихся к наркотическим средствам Однако вызывающих сходный эффект при употреблении принимает участие в работе городской антинаркотической комиссии Это имеется в виду то, что проводят работники прокуратуры непосредственно у нас в городе Сергей Яковлевич, и в завершение нашей встречи, еще раз напомните, пожалуйста, телефоны, по которым можно будет обращаться в рамках месячника антинаркотического Сурский край без наркотиков и вообще в любое время Значит, вообще в любое время можно обращаться 65 15 17, 65 15 34 Это в прокуратуру? Это в прокуратуру, ну и самый распространенный 02, это в полицию Спасибо, Сергей Яковлевич, за участие в нашей программе Мы будем все вместе с вами надеяться, что проведение вот такой вот акции приведет к значительным результатам и поможет все-таки хоть немного побороть наркоугрозу и наркотизацию населения Спасибо Люди, не будьте равнодушными к общей беде, которая приведет нас в большой яме Спасибо, Сергей Яковлевич Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня Я прощаюсь с вами, всего доброго, до встречи на канале Заречный и не проходите мимо чужой беды Спонсор прогноза погоды – кафе «Цезарь» Легкий завтрак, сытный обед и вкусный ужин Любая трапеза в кафе «Цезарь» приносит удовольствие Всегда свежая кухня, уютная обстановка, разнообразие блюд, приветливый персонал Ждем вас в торговом центре «Дубрава» по адресу улица Ленина, 20А Кафе «Цезарь» Готовим с любовью, вкусно и сытно Владельцам бонусных карт скидка 10% Выдаются подарочные карты торгового центра «Дубрава» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова